К 23-му году Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат должен выйти на полную проектную мощность. Об этом говорили сегодня с премьер-министром, оценивая востребованность продукции на внешних рынках и рост цен на такое сырье, как бельонный целлюлоза. Эффективность работы этого предприятия – залог устойчивого развития всего региона. Сегодня каждая область должна обеспечить качественный рост экономики. Как отмечалось сегодня и на заседании Гомельского облсполкома, о главных акцентах Светлана Лукинюк. Светлогорский ЦКК – это крупнейший инвест-проект Беларуси. При выходе на полную мощность он может выпускать до 400 тысяч тонн белезой целлюлозы. И это все оценивается в миллион долларов. Но пока такие внушительные цифры по бизнес-плану остаются все же на бумаге. Хотя спрос на мировых рынках на такое сырье, как целлюлоза, сейчас высок. Стоимость на нее стала расти с февраля. Вообще с хорошим плюсом продается вся продукция деревообработки. И фанеры, и плиты, и ДСП, и МДФ. Складские запасы не задерживаются. Более 80% всего покупают внешние рынки. Улетает все с конвейера и по предоплате. Про это сегодня говорили и премьеру. Модернизация Светлогорский позволила повысить качество товара, а значит и его конкурентное преимущество. Мы сегодня идем с темпом порядка 130% к уровню прошлого года. Если целлюлоза в прошлом году продавалась плюс-минус 420 долларов, то сегодня есть отдельные сделки уже по 650-700 долларов. То есть прирост больше, чем на 200 долларов. Такая благоприятная внешняя конъюнктура для нашего ЦКК – возможность больше заработать и в итоге расплатиться с долгами по кредитам. Это бремя еще тяжело, но рассрочку до 2024 года дает возможность улучшать финансовые показатели и повышать рентабельность производства. Здесь высокая степень автоматизации, а значит все процессы под контролем. Даже через смартфон онлайн круглые сутки. С момента запуска нового производства предприятие работает прибыльно. По итогам полугодия мы имеем порядка 64 миллионов белорусских рублей прибыли от реализации. Чистой прибыли порядка 33 миллионов. До момента запуска нового производства в эксплуатацию предприятие работало, скажем так, скачкообразно и порой наблюдался чистый убыток и убыток от реализации. То есть, другими словами говоря, реализация нового проекта позволила выйти на новый уровень. Сегодня здесь готовы развиваться и дальше, а направление подсказывает сам рынок. Экоупаковка сегодня в тренде, на нее переходят многие производители, да и покупатели чаще выбирают именно бумажный пакет. Спрос на средства гигиены также велик. А значит, нужно предложить свой готовый товар, чтобы меньше завозить импорта. Поэтому предприятием прорабатывается проект создания здесь же на этой площадке производства уже этой бумаги для именно мешочной бумаги, так называемой, для производства упаковки. Проект стоит порядка 150 миллионов евро с одним из ведущих мировых производителей. Сейчас решение принято. Сейчас надо связать вместе финансовый и юридический аспект. Здесь должен быть кластер, то есть это ячейки, да, в переводе. То есть это должны быть те ячейки, которые будут окружать это предприятие и работать, выпускать продукцию малыми партиями, средними партиями, кастомизированные под заказчика на базе основного сырья беленой и небеленой целлюлозы. Реализацию проекта планируют начаться в этом году. Сейчас решается вопрос с финансированием. А под новые мощности продукции с высокой добавленной стоимостью, конечно, нужно больше сырья. Как отметил премьер, к 23-му году Светлогорский должен выйти на полную мощность. Значит, выпускать 400 тысяч тонн беленой целлюлозы. Сейчас это 270. Поэтапно предприятие набирает обороты. ЦКК сегодня и градообразующая площадка. Здесь работает более 2,5 тысяч человек. Значит, его финансовое состояние и развитие сразу отражается на доходах местных жителей. Эта формула актуальна для каждого предприятия области. Об этом говорили на заседании с Гомельской вертикалью. Но чтобы двигаться вперед, нужна реальная оценка сделанного и понимание, какие есть препятствия. На открытый диалог настраивает премьер. Среди задач это сокращение числа убыточных организаций, рост объемов продукции АПК и новые товары. На Гомельщине формируется около 20% объема промышленного производства, и его вклад в общую копилку ощутим. И важно, чтобы линии обновлялись, а по инвестициям существенное проседание. Удельный вес инвестиционного импорта, в общем, импорт области самый низкий среди всех областей. 3,6%. Поясню, это инвестиционный импорт, это доля машин, оборудования, то есть того, что используется для инвестиций в основные средства. А больше половины ресурсов направляется в строительную монтажную работу. То есть не в станки, не в оборудование, а в строительную зданию. При этом поручение президента на пятилетку, согласно программе Сценоэкономического развития, это создание одного, двух малых или средних производств, но так важных на данной территории. Пока же местная власть с проектами не определилась, их даже нет в идеях. Срок, чтобы они появились, до 1 ноября. Светлана Луптенюк, Илья Пучко, агентство Цель новостей.